Во-первых, король встал, а королева хочет поговорить. Ты вообще голос повышать не должен. В смысле? Ты что, должен всех перепериарывать? Они же там все. Там каждый... Батальон сидит. Каждый пернет. Это же громко все очень будет. Они же разговаривают все. Даже если не громко разговаривают, то там никто ничего не услышит. Вообще. Встал. Давай король встать по стаканчику. Блин. Ну, это же несерьезно. Они у себя, извини, перебью, они у себя в Америке привыкли. Они все все время орут. Они не разговаривают, а орут натурально. Заходишь в какую-нибудь рыгаловку, там такой ор стоит. То есть, разговаривать надо вот так. Вот мы с тобой за столом сидим. Вот так надо разговаривать. И так вокруг разговаривают все. Вообще. Дурдом какой-то. Вот как англичане. Вообще гробовая тишина везде. Особенно в общественном транспорте. Если хочется это сказать, это вот так вот. Надо говорить. Приличные люди. Они даже когда бухают, не орут. А эти даже трезвые ведут себя, как обезьяны вообще дикие. Ну, поэтому у них вот так в кино. Я к тому, что у каждого публичного мероприятия должен быть распорядитель. Да. Выходит чувак с жезлом. Трижды бьет в жезл. Если не помогает, около него два трубача, которые точно переливут всех. Задудят. У-у-бу-бу. Там. Первая часть марлезонского балета. Вот как в фильме Три мушкетера. Там соображения хватило. Как происходят королевские мероприятия. И вот все уже. Пошла первая часть марлезонского балета. Ну, или первое переменное блюдо. Потому, что порядок как в армии там натурально. Потому, что иначе эту огромную толпу людей не накормишь по-человечески. Тем более, что, опять же, ты не заказываешь себе чего-то. Тебе просто приносят. У тебя вот есть, условно говоря, перед тобой два квадратных метра жратвы. Выбери, что тебе хочется. Да. Вот в таком аспекте. Замиксуй себе лично. Замиксуй, да. Причем за тобой стоят слуги, которые тебе это то и это. Вот тебе подадут. Это так. А самое главное не как их накормить, а как их не обидеть. Потому, что это все благородные аристократы. У которых кроме этого благородства аристократизма за душой по большому счету-то ничего нет. Вот за это он горло тебе порвет. Если что. И если на таком мероприятии, как королевская свадьба, хоть что-нибудь сделать неправильно, тебе потом припоминять будут до конца жизни. Чтобы ты опустил прилюдно. Нанес оскорбление. И поэтому все должно быть организовано по часам, по счету, справа налево, по диагонали, вдоль. Распорядитель ходит и командует. Так, этим все заранее известно. Этим до сюда. Выносим такие блюда. Потому, что тут герцоги сидят. Графам такие блюда. Всякие сволочи. Третьи блюда. Королю с королевой. Пятые блюда. Они самые главные. Вот им вот там торжественно выносим вот это вот. Все. Специальная посуда. Четко по регламенту. Вот почитайте опять же. В 15 века. Кстати, они переведены на английский язык давным-давно. Есть очень хорошие воспоминания Штатгальтера 2А. Который занимался как раз вот этим всем сложным мироустройством королевских, ну тогда еще не королевских, герцогских мероприятий. Ну, один фиг они себя уже в короли почти вызвали, герцоги бургундские. Поэтому у них там все было по самому высшему вообще имперскому ранжиру. Там ни шагу не ступить. Просто ни шагу не ступить. Ну, протокол, регламент. Конечно. Это государственное дело. Это вы не побухать пришли. Это серьезное государственное дело. Причем организованное чудовищно задорого. Что нам в книжке и фильме сказано. Многократно повторили. А чего дорого, непонятно. Непонятно. Потому, что вот это тут я дорого не вижу. Они сидят за столиками все. И им ни разу не сменили блюда. Это что это? Я вот этот кувшинчик вина, например, за пять минут выпью. При хорошем настроении. Как нифиг делать. Тащите еще. Вот в советских вооруженных силах, когда дедушка сидел и смотрел программу «Время», за ним стоял молодой солдат. Дал правую руку. Значит, сигарету надо дать. Левую? Воды попить. Молча. Без всяких этих... А ты должен на готове быть, что дедушка захочет. Так тут тебе не дедушка. Тут вообще смерть просто. Все. Малейшее шевеление ухом должно мгновенно обеспечиваться. Как-то... Ну, натурально. Там у них слуг должно быть больше, чем гостей. Да-да-да. За спиной все должны стоять. Мало... В приличных кабаках. Я не знаю. Китишград. В Москве на Петровке дом 10. Помню. Был такой прекрасный. Приносят рюмаши из морозилки. Тогда это было вновь. Вообще там лопитнички такие. Раз тебе водяры. Ты только намахнул. Еще не поставила. Тебе уже снова наливают. Потому, что за спиной стоит с бутылкой. А как вы хотели? Ёлы-палы. Чтоб я сам, что ли, себе наливал? Но если речь про какое-то благородство и серьезность, так за спиной у каждого должен стоять. В общем, свадьба организована настолько отвратительно. У нас, повторюсь, в обычных свадьбах, которые современные происходят... Видели мы свадьбы, организованные куда более порядочно. Да-да. Есть заведение. Так точно. Потому, что это не королевская свадьба. Это просто какая-то клоунада. И самое главное, что из-за того, что там никакого порядка вообще нет, вот эта тварь, а именно Шафрей, имеет...